Сегодня в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики края прошел организационный штаб. На нем обсуждали подготовку к форуму Тимбирюса 2014. В этом году он пройдет с 26 июня по 7 сентября. Лагерь будет разбит, как и прежде, на берегу Красноярского водохранилища. Ожидается, что участие в форуме примет не только молодежь Красноярского края, Сибирского федерального округа, но и других регионов России и даже стран Евразийского союза. Подробности в сюжете далее. Люди! Ау! Есть здесь кто-нибудь? Люди! Слушайте, а где все? Этот промо-ролик призывает к участию в международном молодежном форуме Тимбирюса 2014. Он будет проводиться в нашем крае уже восьмой год подряд. Ежегодно участие в нем принимает более трех с половиной тысяч человек. В основном это инициативная молодежь, которая готова предложить свои проекты для развития края. Благодаря форуму в Красноярске удалось возвести центр экстремального спорта «Спортекс», а также создать молодежный экспертный совет. В этом году подготовка к мероприятию началась еще весной. По словам специалистов, 80% работы уже сделано. Осталось отремонтировать тропиночно-дорожную сеть, улучшить интернет-связь, модернизировать пищевой блок и подготовить душевые кабины. Ожидается, что в этом году участие в форуме примет не только молодежь Красноярского края, Сибирского федерального округа, но и других регионов России и даже стран Евразийского союза. Безусловно, мы желаем выйти на иной формат, не только закрываться и реализовывать идеи для красноярцев, для красноярской молодежи, но считаем, что такое взаимодействие тех молодых людей, которые к нам приедут с других территорий. В прошлом году это был Сибирский федеральный округ. В этом году мы хотим выйти еще чуть шире и пригласить наших коллег, наших партнеров и молодежь из ближнего зарубежья. И мы сейчас получаем обратную реакцию. Я надеюсь, что они в том составе, в котором запланировали, приедут. В этом году «Бирюса» пройдет с 26 июня по 7 сентября и будет состоять из четырех смен. Первая посвящена универсиаде 2019 года. На ней будут обсуждать проекты дорожных карт и многое другое. Вторая смена общества объединит молодежь для развития военно-патриотических и гражданских программ. В рамках смены будут обсуждаться празднования 70-летия со дня победы, а также деятельность поисково-спасательных отрядов. Третья смена будет направлена на экономику будущего, а четвертая традиционная слез студенческих отрядов будет направлена на развитие традиций и творческого потенциала бойцов. Особое внимание в этом году будет уделяться питанию. Его обещают сделать на высоком уровне. Еда будет в основном калорийная, но в меню будут присутствовать и вегетарианские блюда. Усилена в этом году охрана. На площадках форума запрещается распивать спиртные напитки и курить. За этим будет следить специальная комендантская служба. На мероприятии будет много образовательных программ. Приедет около 100 преподавателей. 30 из них – приезжих спикеров, остальные – местные специалисты. Как показала практика, они лучше знают специфику региона. Мы проанализировали с точки зрения обратной связи от участников. Они традиционно в прошлом году составляли рейтинг преподавателей. Мы проанализировали с точки зрения итогов, когда ребята защищали свои проекты после этого шестидневного курса и поняли, что максимальные результаты дают те ребята, с которыми работали наши местные красноярские спикеры. Принять участие в форуме может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте timbirюса.рф. Здесь можно выбрать интересующую смену, написать о своей проектной идее и стать кандидатом в Бирюсинцы. После того, как закончится регистрация за две недели до каждой смены, комиссия рассмотрит все заявки и одобрит тех, кто максимально подходит. Ожидается, что конкурс на форум составит два человека на место. В этом году, по словам специалистов, шквал заявок на участие. Екатерина Смахвалова, Михаил Ткачук, Афонтова, Новости.